Гонки по прямой Гонки по прямой Вот самый простой способ утолить жажду соревнований, которая живет в каждом мальчишке с самого детства Именно поэтому дрэгрейсинг так популярен везде, где есть машины Но заезды на короткие дистанции – это не только развлечение для всех и каждого, но и настоящий серьезный спорт с долгой историей Все началось в Калифорнии больше полувека назад, когда местная молодежь вернулась со Второй мировой войны с бурлящей кровью и обширными техническими знаниями Парни начинают массово строить хот-роды с мощными моторами В8 и гонять на них прямо по улицам родных городов Развлечения оказались опасными Некоторые безумцы развлекались тем, что пытались проехать как можно ближе к пешеходу, не задев его Другие просто мчали навстречу друг другу и ждали, кто струсит первым Разумеется, трагических исходов хватало и очень скоро уличные гонки навлекли на себя гнев общественности Пытаясь обуздать эту бурю, энтузиаст-хот-родер Уолли Паркс в 1947 году создает ассоциацию SCTA Призванную загнать нелегальные гонки в спортивные рамки Всего через три года на резервной полосе аэродрома города Санта-Ана Проходит первый дрэк-заезд в привычном его понимании Еще без четкого регламента, но уже с электронной системой хранометража Кстати, доподлинно неизвестно, откуда взялось слово дрэк В английском языке этот термин означает «тащить» или «тянуть» А самая популярная версия восходит к Англии 18 века Мол, тогда дороги ровняли при помощи тяжелых саней, которые тащили за собой лошади Так вот, сначала дрэком называли именно эти сани, а потом и улицы городов, сделанные таким способом Позже термин перекочевал в Америку, и получается, что дрэгрейсинг — это просто гонка по городской улице Но это лишь одна из теорий Расходится и мнение, почему была выбрана дистанция именно в четверть мили Некоторые считают, что она пришла из лошадиных скачек, но очевидцы говорят, что это была просто максимальная длина При которой можно было безопасно затормозить на той самой полосе аэродрома Санта-Ана Как бы то ни было, идея нелегалам приглянулась, и калифорнийский дрэгрейсинг начал развиваться с невероятным темпом В 51-м году появляется Национальная ассоциация хот-родов Та самая NHRA, которая сегодня является главной дрэговой организацией в мире А дальше начинается бесконечная погоня за скоростью В середине 50-х появляются первые специализированные дрэгстеры Двигатели начинают работать на нитрометане вместо бензина, растут мощности, появляются новые правила и классы И все это живет и развивается уже почти 70 лет Современные дрэгстеры развивают больше 10 тысяч лошадиных сил Проезжают четверть мили меньше, чем за 4 секунды И успевают разогнаться до 500 с лишним километров в час Более того, по соображениям безопасности, в последние годы дистанцию сократили Теперь это 1000 футов, то есть 305 метров вместо 402 В момент старта на гонщиков действуют перегрузки больше 5G Это буквально космический уровень А теперь ответьте на один простой вопрос Верите ли вы, что на автору можно купить самый настоящий дрэгстер? Да, это Audi RS6 И я не стану вам врать, будто перед нами сверхмощный болид класса Top Fuel Накрытый гражданским кузовом Обычная машина, которая тем не менее является полноправным участником чемпионата России по дрэгрейсингу История российского дрэга куда короче американской, но во многом ее напоминает Это тоже попытка легализовать ночные гонки, которые начали набирать популярность в конце 90-х, начале 2000-х годов В 2004 году прошел первый чемпионат Москвы по дрэгрейсингу, а к 2008 дело дошло до чемпионата России С тех пор соревнования меняли формат, регламент и даже статус, пока в 2015 не родилась современная инкарнация под названием RDRT Сейчас это система из нескольких региональных кубков и большого чемпионата России В 2018 году он состоит из четырех этапов, которые проходят в Нижнем Новгороде и здесь, в Чечне, на автодроме крепость Грозная Участники разделены на четыре класса в зависимости от типа привода, объема доработок и предельного времени прохождения дистанции Самый крутой топовый класс называется Unlimited и там участвуют машины с абсолютно неограниченным объемом доработок До американских монстров уровня Top Fuel или Funny Car российский дрэг пока не дорос, но в чемпионате уже участвует несколько автомобилей класса ProMod Наша Audi относится к самому младшему классу FSL – Fast Street Eagle И это вполне обычная RS6 с небольшим объемом доработок Видите, под капотом нет никаких огромных компрессоров, ничего такого, стандартное подкапотное пространство, потому что изменений действительно не так и много Установлена полностью новая выхлопная система, стоит фильтр нулевого сопротивления на впуске, гоночные свечи, проведен чип-тюнинг и установлен еще дополнительный радиатор охлаждения В общем-то на этом и все Мощность выросла со стоковых 560 лошадиных сил до примерно 720, а в остальном это все та же дорожная Audi RS6, на которой можно ездить и в обычной жизни На участие в чемпионате России мы не претендуем, но все же получили возможность проехать на этой машине пару тренировочных заездов Тут все серьезно Полоса проклеена отработавшей резиной, смесь клея и резины для того, чтобы у колес было больше зацепа А впереди стоит классический дрэговый светофор, который полностью аналогичен тем, который используется в американских гонках Сначала немного прогреваем машину И возвращаемся на установку, на установочную позицию Сейчас надо будет попасть между двумя датчиками, засекающими положение машины И после этого уже отправиться в бой Конечно же здесь решает не только мощность машины, не только тонкость ее настроек решает и реакция на тот самый светофор Загорелась первая, вторая Мы готовы к старту, желтые сигналы Лонч! Вот это разгон, ребята, 100 уже 150 И на финише сейчас у нас будет 205 км в час 205 мы набрали за четверть мили Надо посмотреть, будет еще сам результат Это было круто Это было очень хорошо Мой результат 11 секунд ровно А в руках владельца Евгения Юмаева Это Audi проезжает четверть мили за 10,47 И кстати, вы можете улучшить результат, потому что именно эта машина продается на Автору Вообще, если уж на то пошло, любая машина, которую можно купить на Автору, может считаться Дрэкстером Просто потому что регламент вот этого класса FSL абсолютно открытый Хоть на ржавой приоре приезжай и более того, ты будешь иметь шансы на победу Дело в том, что зачет ведется по системе гандикапа Ты заявляешь время, за которое собираешься проехать дистанцию И потом в зачет идет та дельта, которая отделяет фактическое время от заявленного Соответственно, даже на ржавой приоре ты можешь стягаться с такими Audi Просто если едешь в сотых секундах от объявленного времени Кроме того, здесь действительно хватает спортивных составляющих Помимо, собственно, времени реакции при уходе со светофора Здесь надо работать с давлением шин, следить за охлаждением И чем дальше ты развиваешь свою машину, тем больше технических, настройческих вещей появляется Главное не выезжать и с 10 секунд на переднем приводе и с 9 на полном Потому что тогда тебя уже заставят ставить каркас, дальше устанавливать парашюты и прочее, прочее, прочее Но пока ты находишься в классе FSL, ты можешь ездить на абсолютно обычной дорожной машине Вот так вот с кондиционером, навигацией, музыкой и всеми прелестями жизни Вот и получается, что RDRC это едва ли не самый демократичный из чемпионатов России Но в самом деле, где еще ты можешь на одной и той же машине приехать на гонку, а потом поехать на ней же на работу И раз уж в моих руках находится такая машина, поеду-ка я прямо на ней в Москву Потому что там меня уже ждет следующая диковина, найденная на Автору Чтобы не пропустить рассказ о ней, подписывайтесь на канал, ставьте лайки, ну и до новых встреч! Субтитры создавал DimaTorzok